Музыка Сосгенераторы, что нет? Это не привычный, директорный. У него удобно как-то даже работать. Входим за оператора. А вот могут быть телефоны, включая. Отключаем. Я отключу. попробуйте так чтобы вам было как бы ну разбежаться пока я подлечу так на фокус начали камера идет седьмая сцена кадр один дубль три приготовились начали шестер в общем все началось с того что была бухач была пьянка от ножки собрались погулять все с этого началось я не как раз принес флешку с собой со сценарием готова арена и мы во дворах вот здесь вот кстати на арбате рядышком за книжкой и сидели на этом скверике небольшом и читали вместе с гулиной татьяной она была вторым режиссером читали сценарий прочитали первый раз потом как я сейчас помню на самом деле уже последовательно забыл вот этих сегодня сказал то что мы потом этот сценарий пересказали илье вот этого так все и началось ну со встречи аркино дальше пошел первый день съемок была подготовка подготовку я пропустил только понял как здесь эдик с люхой вечно готовились ко всему ходили бегали там что-то у эдика вечно когда он думает там клок волос торчал нам наверное повезло наверное то что в нужное время пришел потому что тема она как на самом деле актуальна актуальна была в том году и в данный момент вот и слава богу что мы все таки какое-то время уже как закончили последнюю стадию уже наверное да уже и отдали на фестивале надеюсь что как зрителям понравится вы в кадр попадаете вы можете пройти да я малью тоже интересно было да я малью тоже интересно было да я малью тоже интересно эдик сразу дубль или сразу сразу даже если ты идешь до игры пока стоп не стоп ну по поводу того как родилась эта идея это такой не всегда скажем так контролируемый какой-то вот уловимый процесс я помню как у меня родился кадр когда два бежит таджикский паренек в кадре за ним бегут два мента и потом бежит группа каких-то таких вот бритоголовых парней и вот вот это и непонятно что происходит то есть вот вот был вот этот кадр в начале был этот кадр и из него вот это вот его я помню такая как отправная точка и как-то вот стало это все обрастать вот вот здорова пацаны вот сален все вы все 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 стоп все все Илья Кондратьев, оператор-постановщик, посовместитель с тупленный немецкий офицер. Илья Кондратьев, оператор-постановщик, посовместитель с тупленным немецким офицером. Началось все это с того, что как-то в такой школе арт-кино мы с Эдиком познакомились. Или как-то, или я не помню, или не в арт-кино. Не, в арт-кино он что-то там, в испечке был, да, такое еще то. В общем, как-то он пришел с автороп, и ему уже предложили снять фильм. И в принципе, у него был полный метр, уже готов, то есть его купили. И, ну, как бы, мне хотелось с ним поработать, потом мне понравился сценарий. Он как-то привез, я посчитал, посидели, посмотрели. Я начал делать сразу раскадровку такую, ну, не раскадровку, а скрикацию, скорее всего. Или такую, знаешь, операторскую раскадровку не в картинках, а писал-то просто, да, раскладывал все планы для себя, чисто. Ну, было прикольно, интересно, конечно. Вот, чтобы нам сработать, чтобы нам снять полный метр потом. Ну, самое главное, как, что режиссер, оператор, они были как-то, ну, как недоступны. То есть все решалось вокруг них, но ничего не касалось. То есть мы дали свободу полностью как режиссеру, оператору и ближайшее окружение его, потому что это самое главное, чтобы режиссер настроился, чтобы ничего не отвлекал его. И мне кажется, что это удалось нам. Все, давай. Сцена 7, кадр 4, дубль 4. Приготовили. Из квадрата. Начали. Давай, давай. Давай, давай, давай. Была и паника, было вот ощущение, что, потому что, ну, скажем так, не было такого отношения, что, ну, вот без меня этот вопрос решат. Я вот должен заниматься творческими процессами, и вот пускай там решают. Нет, любая проблема, которая возникала на площадке, я ее, ну, скажем так, переживал. И вот, например, я помню этих старух, и я помню как раз панику того, что, блин, если мы сейчас не снимем, если нас сейчас разгонят из этого двора, вот там, не знаю, что мы будем делать. У нас же там каждый день стоило денег. Я снимаю деньги, я нет, деньги снимаю. Я вот есть представитель, меня интересуют танцы, меня интересуют совершенно дивовые вопросы. Ну, так, может, вы просто с улицы. Я назову, что вы из его кармана делаете. Мы же и не знаем вообще, кто вы. Может, вы просто любите скандалы с правилами. Так, значит, вы с вами, я вот тем более разговаривать не буду. Вот здесь, представитель власти, раз вы такая девушка с такими... Я даже не буду говорить с вами, а я не хочу с вами разговаривать. Ну, вы пришли на работу людей, я не переживаю. Работу людей, которые договорились с дворником. И дали ему деньги на это, все. Который едет на джипе дворник, отлично договорил. Да, они все, вот именно, он и ездит на джипе, потому что порой... Не надо, есть представитель власти, я хочу с ней, да. Скажите, вы из какого нашего? С Сузачёва, да? С Сузачёва, да? Как жалко, что у нас вот здесь открыл 60-е, да? Прямо так тяжело. Кстати, передайте участковому нашему, Андрею Пусанычу, да? Да, большой привет, скажите. Так, не надо меня снимать. Вань, ты не понимала, как я не садил. А, все время, блин. Падла. Ничего. Женщина там пришла, вот, адское бабище, выносила мозг. Я даже сначала не понял, что это такое было вообще. Что-то стоит там и орет. Матом орет, что-то такую, куда хуйню несешь к нам. Ну иначе, конечно, не стебаться. Ну иначе, конечно, не стебаться. Ну иначе, конечно, не стебаться. С лестними волосами. Которая, блядь, вообще вынесла мозг. Она чуть не разбила. Да, она чуть не разбила там камеру, она дернул за шнур. Вот, и она переместила нас с нашего места, с первой арки, с локации во вторую. Вот, я не знаю, но как бы многие все смотрят это и не видят что-то другая арта. Хотя я знаю, что другая. Вот, и есть, наверное, там кое-какие причины, по которым нужно было кое-что сделать в фильме, но это все свели все под один цвет, тонный цвет. А куда дальше, Эдик, это не получилось. Они на фразу больше говорят. Нормально? Нет, нормально, у меня что-то говорилось. Опять же, пьянка. Отметим, была шапка нашего фильма. Эдик подошел ко мне с предложением, типа, монтировать фильм. Ну, добрый день, конечно, появился. Особенно, когда, вот, вчера я свел окончательную дорожку с цветом и со звуком. Ну, да, это самый такой, самый лучший момент во всем этом деле, когда ты ставишь на конечный рендеринг. Все. Я сразу начинаю вспоминать, вот, еще был как раз случай прикольный с Рамилем, когда мы добивали последние титры. Ночью, это было у меня на кухне. И раз, и только все закончили, вышли на балкон подышать. И раз, и послушай, это же все. Да, это все. Представляешь, сколько было? И раз, и сразу, и воспоминались, эти эмоции. Стоим на балконе, дышим сразу, дыхание очищается. Последняя штука. Все. Титры, ну, титры, ну, что может еще быть более... Остер, который ты в это время делал. Да, я тоже ночью не спал. Ну, да. Валерий Курасович. Раз, иди меня. Ну, сейчас, по-моему, ты пошел. Давай, ты поднимешь. Да, давай, давай, давай. Да, давай, давай. Каленов, посылай. Перегрывай. Вот это вопрос. Давай я расскажу. Не будет вот это, что ты кинулся к нему. Он тебя ударил по ноге. Тебе так больно, что ты... А-а-а-а-а-а-а-а. И он тут кричит. А-а-а-а-а-а. А эта проблема, она в каждой стране. В каждой стране. И у нас, и в Европе, и в Америке, и везде. И хотелось бы, чтобы каждый задумывался о том, что... Где он живет, и что есть люди, в зависимости от цвета кожи, от языка, до которого они говорят, что они все равно... Мы люди, да? И меня впечатляет. Ну, если бы он меня не впечатлял, я бы на него не работала. Либо 10, поэтому согласилась, наверное, разговаривала. Конечно. Я уже вижу, что и по картинке... Знаете, я представляла себе сценарий, он такой складывается. Проблемы, которые были вчерашние, сегодняшние, с местным населением. Очень. Наше население, конечно, очень неадекватное. Хотя бывают очень хорошие люди. Вчера у нас было 50 на 50. Хорошие люди. Как компания собралась? Тебе нравится? Компания чудесная подобралась. Очень творческая, замечательная. Вот машины к нам подъезжают. А, отойди ему, проехай. Вот, в общем, все хорошо. А тебе, как администратору, как директору? Ну, как директор. Директор деньги считает. Я озабочена тем, чтобы у нас все было можно более экономно, аккуратно. И в то же время никто не страдал. Собственно, бездомных кормим. У нас здесь меценаты привозят еду, раз в день. Кормят бездомных актеров. Они еще перебирают харчами. Вот человек снялся в Белане МТС, потом его кинули. Вот, собственно. Все, что остается, это прийти поесть. Подарили ему китайский айфон. Вот, собственно, айфон. Видите, он все время им пользуется. Налюбоватся. Он наивный, его же обмануть легко. Вот он хлебушка хочет. А этот милиционер, он просто прибивается постоянно. Типа... Поесть? Да, да. Ну, нас так не кормят на работе просто. Здесь киношники, люди очень добрые. Я очень благодарен, что с ними познакомился. Все время дают внести. А есть месочин? Да, я специально. Месочин. Давай, открывай. Я, в принципе, был сосредоточен, потому что у нас с Эдиком была достаточно хорошая подготовка. Мы все это предвидели, предугадали. Ну, то есть, как бы, мы ходили много очень раз на одни и те же локации. Нам нужно было это посмотреть, нужно было то посмотреть. Мы это фоткали, видео записывали и так далее и тому подобное. И, в принципе, у меня не было никакой. У меня был раздрай. Я боялся, что мы снимали живо-режиме. У нас там, мы считаем, там, с каких-то, рассвет. В 9-30 и в 5 уже все. И сонка прекращается очень мало. Вот. А сцены уже много от снега. Меня вот это только всегда, ну, как бы, пугает. Во всех фильмах, которые я снимал, у меня... Мне не нравится, когда нет организации. Вот. Когда все идет кувырком, капли, где рак и щука все тянут на другое. Это то, это туда пошли, это сюда пошли. Вот. Ну, я хотя иногда тоже так, знаешь, ухожу, но я всегда предупреждаю. Каллы. Вы думаете, я за театр или за кино буду просить? Простить не буду. Россия мне дала все. И я пришел сюда отдавать долги. Россия дала мне все. Крутое время отдавать долги. Просить не буду. Все где носа снимаются? Так, 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 не мешай. Так, ну-ка, приходи, съемку. А товарищи милиционеры-то сегодня будут что-нибудь снимать? Да, сейчас мы снимаем там минут 20-полчаса, потом мы и гримируем. Обратно так же, как вчера или поменьше чуть-чуть? Там же где-то их начинают бить, да? Или они сразу же так же били? То есть то, что они бегали, это как раз вот после кровища вот эту. Или вообще первую? Не, ну я делала уже эти вещи. Конечно, не первый раз их делала. Нет-нет, а в кино? В кино не раз, я первый раз. Первый раз, да? С почином. Спасибо. Такой хороший почин-то сразу. Нет, замечательно. Ну, посмотрим, что дальше будет. Здесь режут, там режут, там стреляют. Нань, там не снимают пока? Не знаю, что они. Снимают, снимают. Смотрим. Значит, там продеться, а потом что-то не будет. Это всегда штука вместе с этой ебил. Каком-то, когда сидят. Нет, просто они все. Что они тут не говорили вообще? Что они тут делали? Сейчас он приедет, давай. Отправлять пекло в профессию, чтобы они сразу поняли. Да, да, да. А то они думают, что там перед журналом интервью добавят. Важно было, конечно, чтобы актеры соответствовали тому образу, который я себе представлял. Там, получается, скажем так, ну, три главных героя. Два мента, Семен и Коля, и Азамат, и Ербалат. Азамат, который потом стал Ербалатом. И я их, конечно же, себе их представлял как-то. Но на самом деле в процессе кастинга все это как-то вот адаптировалось, потому что, ну, как бы ты сталкиваешься с реальностью, ты не можешь там вот сто процентов найти тех, кто... Да это и не нужно. То есть, поэтому вот происходил такой поиск из, ну, скажем так, из предлагаемых обстоятельств. Дальше, да? Нет. Еще секунду, еще секунду. Чтобы прямо там по камере прочиталось явно, что я подниму. Хорошо? Секунду буквально. Миш! Можем? Сейчас. Ну, встаньте в реальнике, остывайся. Мы уже обложены. Постань здесь. Мы сейчас не нужны. Две минуты. Две минуты. Две минуты. Все, мы деталь снимаем. Жирай, а вы зажат. Да я поняла. С кого ты играешь в фильме? Я играю Коля, который очень любит покушать. И не очень уверен в себе. Слушай, у меня такой вопрос. Ты рад вообще работать в такой команде? Да, мне очень нравится актерский состав. Замечательные ребята. А сценарий прочитал понравился? Да. И когда я читал сценарий, мне он понравился. Но я не думаю, что фильм получится настолько динамичным. Я еще когда маленький был, когда смотрел Бран-2, хотелось на каком-нибудь побоище. Арена. Вот с ума смотри. Отлично. Удачный съемок. Спасибо. Как ты будешь? Куда ты можешь смотреть? Покажи мне. Не оба зону. Как мне бегать? Вот ты огнице их тела. Выходи вот на вот эту точку. Не только вниз смотри. Я в основном так и смотрю. А, потому что когда ты туда, ты в тени не ведается. Я в основном вообще туда и смотрю. Так что я тащил мне ноги. Да, да, хорошо, да. Упадешь тоже, давай. Илья, по-моему, хорошо, да? Я хочу пожелать всем тем людям, которые будут смотреть это кино. И я хочу, чтобы они вспомнили, как все это происходило. Потому что я уверен, что многие уже подзабыли. Потому что многие вообще, ну, такие люди были какие-то, как это слово такое, непосредственные. Ну, там, непосредственные, я не знаю. Ну, которые они, принеси-подай, эти нахуй не мешают, эти таланты. И, не знаю. Сейчас у кого-то там тостик в альту. Без них, без них, там, на самом деле, ничего не получилось, потому что они помогали. Все помогали. Абсолютно все помогали. Даже кто-то кого-то там просил, бегал, да, за кем-то позвать. Вот, это все равно, это все экономилось время. Лишних людей не было. Лишних людей не было. Я хочу всем пожелать, чтобы они занимались своим делом, любимым, тем, чем они хотят. И двигались в этом направлении. А Эдику хочу пожелать, чтобы он вообще никогда, ни при каких делах не падал глухом. Двигался дальше. Слушал больше себя, свое, внутреннее. Потому что я знаю, что, как бы, я не хочу его обидеть. Молодые режиссеры много говорят, ну, разговаривают со всякими, вот, какими-то, такими уже маститыми режиссерами, советуются, так и подобное. Я бы тоже, конечно, посоветовался, но у меня есть вопросы какие-то, но у меня нету, к сожалению, опыта. Я сам все дохожу до этого, вот, сам как-то пытаюсь все это делать, только практика поможет тебе. Вот, я ему очень хочу пожелать, чтобы он дальше двигался в этой направлении. Я хочу пожелать фильму удачи. У меня есть. Да. Не, ну, я думаю, у фильма большой потенциал. И особенно то, что там Игорь Чернышев в титрах раз пять, наверное, появляется, а мы, как знаем, что Игорь Чернышев появляется в титрах, то фильм сразу что-то зарабатывает. Ну, это два момента «Команда» и фильм. По поводу команды, конечно же, вот, что касается вот как раз съемок, это были, ну, наверное, самые трудные моменты, скажем так, в моей карьере режиссерской, но и на данный момент самые счастливые, потому что, ну, вот первый раз, когда было ощущение, что есть команда, есть люди, которые верят в эту идею, потому что все, скажем так, в подавляющем большинстве работали бесплатно и работали только за то, что вот им была интересна эта история, и все выкладывались в этот мороз, в холод. Вот, поэтому вот было это ощущение единения того, что есть люди, ну, и была ответственность перед ними, перед командой. Вот, и, конечно же, ну, это ощущение дорогого стоит, и я, конечно, хотел бы повторить этот ток. Вот.